Всем привет! Сегодня мы рассмотрим решение связи для жилого сектора, это комплексное решение, ну и попробуем его, в общем-то, на стенде. Давайте рассмотрим, из чего состоит такое решение на слайде. Мы будем отталкиваться от домофона. От домофона, как, пожалуй, основная точка связи в доме. В нашем решении мы добавим к нему еще и видео. Кстати, такие домофоны и вызывные панели можно расположить не только в подъезде или на входе в жилой комплекс, а также просто на территории, либо где-нибудь на парковке для связи и, в общем-то, разного рода оповещений. Дома же мы рассмотрим не просто кнопку для открытия двери, а многофункциональный центр связи видеотелефон. Он может, кстати, дополниться таким приложением для смартфона, как Lingus. И теперь можно будет открывать двери не только с этого аппарата, а просто лежа на диване, либо вообще вне дома. Ну и, конечно, никто не отменяет простые и компактные телефонные аппараты. Их можно установить в удобном месте, чтобы они там не занимали много места. Использовать его не только для домофона, но и, в общем-то, для связи телефонной. Ну и при желании можно в квартиру установить несколько таких устройств. И телефон, и с видео, и без видео, и радиотрубки. Для администрации и консьержа есть решения более такие расширенные для мониторинга, для оповещений. Кроме домофона, кстати, на жилом комплексе можно установить и камеры видеонаблюдения, на которые можно буквально позвонить. Эту камеру с вашего видеотелефона и посмотреть, что творится во дворе, в подъезде или на парковке. Отличительной же особенностью всех этих устройств является работа на таком универсальном протоколе SIP. Он обеспечивает совместимость и связь между всеми этими устройствами и всего этого оборудования. Ну а для объединения всех этих, в общем-то, девайсов нам потребуется некий SIP-сервер. Он позволит выжать максимум, максимум из всего функционала, из всего комплекса этих устройств. Для законченности полноты и решения нам понадобятся поэккоммутаторы для объединения всех этих устройств, в общем-то, подача питания на них. Ну и Wi-Fi мосты для беспроводной связи где-то необходимы, например, в лифтовых шахтах для камер, там, при связи между зданиями и прочее. Данное решение мы собрали на стенде. Давайте посмотрим, что у нас получилось и из чего он у нас состоит. Ну, первым делом это E-Star, как тот же SIP-сервер, тот такой центр коммуникации, функциональности всей системы в целом. В качестве теперь уже SIP-домофона у нас будет Fanvil i31s, видеотелефон e-link и коммутатор, в общем-то, для связи и питания устройств, простенький телефон для альтернативы, смотрите, как работает переадресация, ну и камера для наглядности. Давайте рассмотрим стандартный сценарий. Открыть домофон можно как обычным ключом, так и, в общем-то, если нужно, можно даже карточкой. Отдельная кнопка на домофоне позволит соединиться с консьержем или, может быть, какое-то голосовое приветствие. Возможно, на территории будут находиться какие-то компании и код которых можно продиктовать и озвучить в этом голосовом меню. Просто нажав на кнопочку, в общем-то, гость сразу поймет, куда ему обратиться. Попробуем позвонить. Набираем первую квартиру, просмотрим, как у нас проходит звонок. Проходит обычный звонок и звонок идет, приходит на наш телефон. На телефоне мы видим, что звонит нам домофон и при поднятии трубки, в общем-то, сразу можем увидеть, кто нам пришел. Ну, действительно, нужны ли нам гости. Если нужно, мы можем открыть, нажав обычную звездочку. Нажимаем звездочку, домофон получает команду и дверь, в общем-то, открывается, как мы видим по индикации. Если нужно, мы можем обратно, обратно позвонить на домофон, буквально при помощи вот сохраненной, так скажем, комбинации, либо просто номера. Кроме домофона мы можем позвонить и посмотреть, что происходит на камерах. Мы можем посмотреть, что там у нас строится, не знаю, во дворе. Или, может быть, что у нас на входной группе. Ну, или, как для примера, на камеру на стенде. На эту камеру можно позвонить и, в общем-то, посмотреть, что происходит. То есть, как бы, телефон уже используется не только для открытки домофона, и, в общем-то, можно будет посмотреть, происходящее в определенных местах. Телефон совместно, в общем-то, с этой станцией e-Start позволяет звонить между жильцами, администрацией, разного рода службы на территории и за пределами территории жилого комплекса. Имеется общая контактная база. К нему можно подключить ваш городской номер, ну, например, на медифон, звонить в город на сотовый, отправлять и принимать голосовые сообщения, разного рода оповещения. Можно собирать с жильцами собрания. То есть, в станции есть виртуальная конференц-комната, можно несколько человек собединиться и, в общем-то, что-то обсудить. Еще из интересных функций можем использовать переадресации. Переадресации, например, при звонке, набрав, например, вторую квартиру, мы можем увидеть переадресацию звонок на обычный телефон. То есть, звонит у нас обычный аналоговый телефон, мы точно так же можем поговорить с тем, кто пришел, и обычной командой, там, звездочкой, открыть дверь. В какой-нибудь, например, третьей квартире у нас будет переадресация вообще на мобильный телефон. Звонив на третью квартиру, как сейчас, мы можем получить звонок на сотовый. Звонок на сотовый и звонок сейчас должен прямо прийти ко мне на телефон. Отвечаем. И точно так же по команде, если необходимо, можем взять звездочку и открыть дверь и запустить гостя. Дверь у нас действительно открывается. Для какой-нибудь четвертой квартиры у нас может быть настроено такое, что есть видеотелефон, и параллельно вот с этим видеотелефоном у нас будет звонить программка. Программка на том же телефоне, у меня здесь, линкус аудио написано. Это уже не через сотовый, это уже через интернет. Звонок, ну, можем им лежать на диване, там, или даже вне дома, если нужно открыть, открыть, в общем-то, дверь нашему гостю. В пятой квартире у нас может быть настроено несколько телефонов одновременно, будут звонить и тот, и этот, и радиотрубки, и так далее. В целом функционал достаточно гибкий, и настраивать можно много что. Жильцам, в принципе, можно предоставить доступ в личный кабинет в этой станции, где они могут прописать свой мобильный номер, свои какие-то приадресации, если это нужно. Посмотреть, может быть, записи разговоров, если они кому-то звонили, там, что-то записать, например, нужно будет. Вот такое современное, интересное решение для жилого сектора мы сегодня рассмотрели и на стенде в рамках домофонии и телефонии. Считаем, что вот это будущее в рамках СИП, в рамках совместимости оборудования и богатого функционала. Поэтому пользуйтесь, будем рады помочь в таких и подобных проектах. На этом у меня сегодня все. Будьте на связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok